Шаббат шалом, дорогие друзья! И у нас сегодня две, оказывается, очень интересных недельных главы. Одна называется Матод, то есть это обращение к коленам. И она начинается с обещаний. И, конечно же, обещание – это хорошо, но поскольку мы не властны в завтрашнем дне, мы не знаем, что может произойти. Это хорошее желание и побуждение. Но в Израиле говорят, мы что-то сделаем, но блин, эдара, без всяких обещаний. И дальше она переходит в мщение. Это мщение за то, что магиитяне послали своих женщин и совратили израильский народ. И это мщение не личное. Это не то, что кто-то наступил тебе на ногу или кто-то что-то сделал плохое, и у тебя возникло желание отомстить этому человеку, как говорил Мелех, Ламех вернее. Он говорил, если кто-то сделает мне что-то одно, то я ему сделаю в 70 раз по 7. А это мщение Господне было, чтобы народы другие не забывали, что израильский народ – это не простой народ, он был избранным народом для определенной цели. И дальше начинается глава, которая называется Масей. Масей – это переходы. Это 42 перехода, 42 стоянки, которые происходили с нашим народом в пустыне. И был такой лидер хасидизма Балшантов. Он всегда сравнивал эти 42 стоянки с жизнью человека. Он говорил, что выход из Египта – это рождение человека, а хождение по пустыне – это его жизнь. И мы помним, что в пустыне был и ропот, и бунт, и кто-то зашел в пустыню, кто-то не зашел в пустыню, из пустыни кто-то вышел, кто-то не вышел, кто-то умер, но это жизнь человека. И заканчивается она, хотелось бы нам, как это было у Авраама, и умер Авраам в доброй старости и приложился к народу своему. И сегодня я хотел бы, чтобы мы с вами вспомнили 16 стоянку, которая описана в книге «Чисел» в 11-й. в 12-й главе с 32 стиха, с 33-го. «И мясо еще было в зубах их, и не было еще съедено, как гнев Господен возгорелся на народ, и поразил Господь народ весьма великой язвой, и нарекли имя месту этому Кирбот Готава, ибо там похоронили похотливый народ». По-русски это звучит Кирбот Готава, но оно ничего не говорит, но, слава Богу, заеврит, на иврите это звучит Кевер, то есть кладбище, Таава – желание. И в иврите есть два устойчивых, две устойчивых фразы. Первая фраза – это Таава, что означает возжеление, корень этого слова Таэф – страстно чего-то хотеть. и что же возбуждает наше хотение – это желание. Желание на иврите – это хинда. И корень слова хемет, и отсюда слово хамут – красивый. И вроде бы, что в этом плохого, если мы что-то желаем и чего-то хотим. Но в книге «Исход» в 20 главе, в 17 стихе написано, «Не желай на иврите лед ахмут, ни жены ближнего своего, ни имущества ближнего своего, ни поля ближнего своего» и так дальше. А в книге «Второзаконие» в 5 главе, в 21 стихе идет повторение нежеланий, но в отношении женщины стоит слово «лот ахмут», а в отношении остального стоит слово «лот титаве». И раби Мейр Лейбуш, он вывел отсюда такую теорему. Желание хинда происходит от ощущений, приятных для глаз, и отсюда выходит устойчивая фраза «желанный глазу». А возжеление возникает в алчущей душе и относится к такой вещи, которая сейчас не даст, а недоступна взгляду или душа жаждет ее, потому что жаждет ее. И отсюда выходит выражение «таават нефеш» – «возделение души». А выражение «хиндай нефеш» никогда не встречается. И никак нельзя возжелать лейгитавет жены ближнего твоего, можно лишь возжелать ее, увидев глазами. А все остальное может являться объектом желания, даже когда мы не видим их, а лишь для обогащения. То есть желать можно женщину, когда мы видим ее, но другие предметы можно желать, даже когда мы их и не видим. И теперь «тава» – отсюда выходит слово «аппетит». И сейчас мы с вами посмотрим, что такое аппетит. Есть кулинарный словарь, который объясняет, что же такое слово «аппетит». Аппетит от латынского «желание», ощущение связано потребностью в пище. Аппетит – явление физиологическое, но в отличие от голода, не инстинктивное и бессознательное, а вызываемое специальными факторами. Поэтому аппетит – понятие, относящее более к кулинарии, чем к физиологии. Еще в античные времена, в эпоху ленизма, когда возникло само понятие, строго различали желания вентикулярное, то есть желудочное или голод, от желания языкового, то есть аппетита, в современном значении или желания есть, не будучи голодным, а лишь от одного привлекательного вида или запаха еды. Сам термин «аппетит» возник исторически как сугубо классовый в рабовладенческом обществе. Раб мог испытывать только голод. Сытый же рабовладелец мог иметь только аппетит. Обычаи устанавливать в патрицианской среде обеды, тянувшиеся нередко по 8-10 часов, во время которых надо было сохранить желание есть, и породили термин. Чтобы вызвать аппетит, принимались различные средства, воздействующие на эмоциональную сферу. Музыка, выступления танцовщих, поражающие воображение украшения блюд. Таким образом, аппетит в античные времена возбуждался искусственно. И так мы видим, что аппетит, желание испытать или попробовать что-то новое, он не является голодом. А он возникает из-за желания попробовать что-то новое. И я помню, у Леона на свадьбе, у Ширли с Ильей, когда мы пришли в буфет, и повар начал с швармы, которая перешла в кебаб с котлеткой, и потом это добавилось разными видами румынских сосисок, и это все надо было попробовать, и ты уже был сыт. Но дальше зал, еще три блюда, и я помню, съел стейк, и все, и я объелся. И после этого было очень непросто. То есть с глазами нужно очень хорошо смотреть. И дальше мы с вами вспомним историю про разведчиков. Двенадцать человек именитых вызвали желание пойти осмотреть землю. И пришли, и десять человек говорят, нет, мы не войдем в эту землю. И они говорят правду. Они правду сказали, что земля, которую мы хотели высматривать, она населена крепкими людьми, и мы не владеем этой землей. И чтобы узнать, что же толкало тех людей, наши мудрецы обратились к пророку Исаии. И в Исаии, в 44 главе 18 стих, написаны такие слова. «Помещение их сердец, помещение их сердец». То есть глаза разведчиков на самом деле, они видели то, что было в их сердцах. И я всегда думал, почему же после рассказа разведчиков пошла заповедь о циците. И заповедь о циците написана. «И будут они в кистях у вас, для того, чтобы вы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господние, и исполняли их, и не ходили вслед сердца вашего, и очей ваших, которые влекут вас в мудодейству». Итак, на первом месте стоит сердце вашего, а на втором месте глаза. То есть у разведчиков глаза говорили то, что находится в их сердце. И это произошло, откуда это произошло? Это произошло с Хавой. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знания». Хава в Эдемском саду, она не была голодна, потому что первая заповедь, которую мы получили, это «Ешь от всякого дерева». То есть дай Бог нам еще иметь то изобилие, которое было в Эдемском саду. Но что же ее привлекло? А ее привлекло вожделение, которое давало новое знание. И, попробовав, получила то, что получила. Она познала зло глазами Бога. Произошло сомнение, дальше произошло непослушание, а непослушание породило неверие. И финальная часть – изгнание. Но Бог говорит, Бог говорит, что хотя Хава с Адамом были изданы из Эдемского сада, но Бог не может забыть тот дух, который Он вдохнул в них. А вместе с духом Он вдохнул и часть любви. Поэтому написано, что до ревности любит Бог дух, живущий в нас. И поэтому, насколько Он любит людей и дух, который Он поместил в человека, что Он послал своего сына. Послал. И когда Ешо пришел, что Он сказал? Что Я пришел спасти погибшее. И когда мы принимаем Ешо в свое сердце, мы возрождаем этот дух. И Исаия говорит в 66 главе, вот вы хотите построить дом имени Моему. Но как вы можете построить его, если небеса – это престол Мой, а подножие – это ноги Мои? Подножие – это земля. Земля – подножие ног Моих. Разве это меня, другими словами, восхищает? Не это меня восхищает. Не строение меня восхищает. Не то, что вы имеете, меня восхищает. А что меня восхищает? И дальше Он говорит, меня восхищает смиренный, кроткий дух и трепещущие люди, которые трепещут над Словом Моим. Что нам дает силу и понимание, от чего Бог радуется, от чему Бог негодует, это только Слово. И нам очень важно знать, так как Пинкас, он увидел, когда Шимон привел Косби, это была принцесса, это не была простая, и это не был простой человек, это был глава колена, и мы сегодня видим, как главы колен наших, какие они законы принимают, однополые браки и всему, и всему, и всему, и всему, это принимают главы наши, потому он четко Пинкас знал, что это Богу не понравится, и это не частный случай, это пример, который повлияет на все общество Господне, а тут есть дети, и его желание, он взял копье и проткнул их обоих, потому что он четко знал, что это не понравится Богу, и поэтому, поэтому, это место названо кладбищем, апостол Яков, почему кладбище, потому что апостол Яков говорит, что вы просите мир, вы хотите мира, а в сердцах ваших идут войны, между возжелениями и желаниями, и здесь не будет средины, здесь либо мы похороним то, что у нас в сердце, либо возжеления и желания похоронят нас. И закончить я хочу это первое послание от Иоанна. Мир проходит и похоти его, а исполняющий волю Божью живет вовек. А вот что такое воля Божья, мы узнаем на следующих уроках. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...